Смотрите, рассказываю секрет на плотву. Потом будем пробовать секретную насадку. О, а какая у нас секретная насадка? Пуфики. Пуфики, точно. А какой, медовый или чесночный? Давай медовый. И три пиночки так декоративно. Бах! Не, ну это ж плотва, как плотва. Это приятно, смотри. О, о, оно. И впечатление? Положительное. Это приятная днепровская плотва. Надо больше, в трех работе. Рыболовный привет с берегов Днепра. Мы уже побывали на Дисне. Там, к сожалению, нам не улыбнулась удача с местом. Не улыбнулась удача с рыбой. Но мы преследуем свою цель поймать батон. И именно поэтому мы сейчас на острове Труханов охотимся за долгожданным батоном. Несмотря на то, что мы очень рано прибыли на место, его заняли, плотва не клевала. Возможно, смена погоды, похолодание. Вещи, собственно, не от нас зависящие. Мы переехали на иное место. Там также не было ничего, как и место, где можно стать и спокойно рыбачить. И поэтому мы отправились на всем известный Труханов остров. Вот это скорее авантюра. Но она у нас на самом деле удалась. Смотрите, что у нас получилось. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал Страшная Рыбалка. Ну а если хотите владеть супер свежей актуальной информацией, оформляйте спонсорскую подписку и получите доступ к эксклюзивному онлайн чату с рыбалок. Так, у нас сейчас вообще такой местяк здесь будет, что нам обзавидуются все. Ого-го! Ого-го! Это уже лучше. Вот это уже рыба. Да, я бы уже забрал. Ого! Ого! Реально кабанар. А под саку я сказал, берай. А где под саку? Так забило, что я не знаю, что делать. Не надо эту удочку менять. Не надо эту удочку менять. Да, как-то так. С третьего раза попали. На червя сопарем? Да. Прикореть, ну следующая ваша. Тут я задеваю. А тут поклёпку мне понравилась. Каял, вот каял. Вы что, издеваетесь? Я на такую плотву не подписывался. Это ваша рыба. Я же сказал, что я даже подсекать не хочу. Мои слова. Воду, воду, воду. Тут такую рыбу кто? Кто берет такую рыбу? Дружки, иди перезабрайся. Ну вот это самое уклевало сначала. Ее можно исключить. Она неинтересная. О! 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 И что, я пришел за этой плотвой? Так, вот эта плотва какая? Отпускная. Русановская. Русановская. Клюет на Днепре. Всем напомню, 18 сантиметров, минимальный размер, который можно с собой забирать. У нас хороший корм с правильным грунтом, но забрасываем мы его не совсем туда. Какой корм должен быть тут, Андрюх? Что ты думаешь? Тут? Корм в любом случае должен быть правильным. Ну, он должен быть. Да, он должен быть. Но непонятно, стоит ли рыба на корм, приходит на него. Пробуем разные дистанции, разные насадки. Пока только одна плотва. Попробовал я закормиться. Да, плотва хорошая, но одна пока. Ну, и была еще одна клевака. Ну, давай сначала, давай с наших приключений начнем. Мы приехали на Дисну, мы взяли грунт, замешали этот грунт с прикормкой, сделали просто идеальную смесь. Стали, на самом деле, на таком сильном течение, но ошиблись с местом. Да, бывает. Бывает. Вот, переехали в другое место, там ситуация еще хуже. Ну, то есть, мне очень некомфортно ловить, все в кустах, в деревьях. Вот, и мы решили переехать в третье место на Дисну. Там не оказалось свободного места. И мы вот уже на Днепре, наше путешествие сегодня пока не закончилось. Пока еще не закончилось, но рыбу, я надеюсь, мы уже поймали, и здесь мы проведем наш рыболовный день. Здесь совершенно иные условия. Здесь нет такого сильного течения. Здесь потихоньку вода несет, мы опять ловим в обраточке с глубиной такой 5-6 метров. Почему-то вот в этом году такая глубина наиболее... Актуальна. Да, почему-то. Может, еще на самом деле холодно. Вот, было пару хороших клевак. Видно, ну, по берегу у людей тоже есть такие, ну, неплохие батоны. Вот, но еще либо рано, либо вот этот такой фронт похолодания он дал свое, потому что снег, насколько, наверное, вода даже на несколько градусов изменила температуру. Что мы будем пробовать сегодня? Пока мы рыбу искали. Мы там нашли ее в расстоянии 60 оборотов. Но еще непонятно, стоит ли она там. Да, то есть похоже, что рыба как-то двигается по какому-то маршруту, и вот от 45 до 60 оборотов, ну, там какая-то жизнь есть. То мелкая плотвичка, то крупнее, она как-то себя проявляет. Ближе нету и дальше нету. Ну, мы сейчас забросим еще метров на 20, так ради интереса. Какой у нас план, что мы пробуем дальше еще? Ну, попробовали за корм. Сейчас ждем результат, вот здесь же на результат. Потом будем пробовать секретную насадку. О, а какая у нас секретная насадка? Пуфики. Пуфики, точно. Дурная насадка, но она может быть реально эффективной. Иногда выручает, на самом деле, за счет своей плавучести. И может, может, то два идет немного выше, и она не опускается. Ну, и сейчас будет как раз хорошо. Ну, а пока у нас все поклевки с червем. Пока мы только разбирались, я там четыре червячка маленьких насадил, забросил. Хорошо пошатало, но мимо, крышки были маленькие. Поймали мы тоже крупную плотву на червяка с опарышем. Ну, а дальше, как бы, вот эта вся мелюзга, она тоже дрыгает, дрыгает, снимает червя, и на этом все. То, что ловится мелкая плотва, знак, на самом деле, очень скверный. Это говорит, что либо все в этом году смешалось и идет все вместе, либо реально проходная, и все вместе. Обычно, когда клюет мелкая плотва на днепровских пляжах, это значит, что все, уже рыбалка закончилась, это уже такая просто смесь рыбы, ее неинтересно ловить, потому что ты ловишь то такую, то такую, то такую, и на 10 мелких одна крупная, ну, как-то не совсем она. Вот, но на Днепре, во всяком случае, есть места. Давай с этого начнем. Здесь можно взять там топорик вооружиться, ножик как-то вырезать себе какое-то место в кустах, потому что вода очень высокая, и как-то хоть разместиться. На Дисней это какой-то просто мрак. У нас был большой косяк. Косяк? Да. Мы забыли кукурузу. Ух, да, да. А в этом месте по прошлым годам именно крупная плотва клевала на кукурузу и отсекала всю мелочь. Ну, и на такой крючок, на большую кукурузу забрасываешь, ждешь там раз 10-15-20 минут, но как бы батон клевал. И у нас нет кукурузы, и мы вот в недоумении, вот что же делать, вот, и из-за кукурузы ехать нелогично. Да. И как бы есть неуверенность. Ну, это первая вылазка, я думаю, что в следующих рыбалках мы будем обязательно пробовать кукурузу. И желтая фракция, на самом деле, и в прикормке прикольно себя ведет. Но, опять же, надо понимать, рыба кормится или она просто идет на физику, как там находит крючок при кормке. То есть пока это еще неизвестно. Ну, и вода реально холодная. В такое раннее время кукуруза обычно не работала. Она там начинает работать к апрелю, к середине, к началу мая. И вот когда вот эта вся мелкая плотва появляется, кукуруза их просто в рот не влазит и как бы находит эту кукурузу, насадку с кукурузой, большая плотва. Но зато у нас есть секретная добавка. Так, а какая это? Пшено. О-о-о! Специально варил вчера, рассыпчастая, такая хорошая получилась, идеальная. Но пока одна плотва, но все пшено. Прикормка, она как-то должна выделяться. И в прикормке что-то, особенно когда ты ловишь крупную рыбу, должно быть что-то такое крупное. Ну, вот, к примеру, мелкая смесь, она создает там это облако. Земля создает там муть около донном слое. А пшено, оно, как, собственно, пастинчина и печиво, визуализацию создает такую конкретную. Вот. И приманивает рыбу. Нужно это или нет, еще сложно сказать. Но у нас поклевка, Андрюха. Или это по шнуру? По шнуру в ряд, да? И вот когда эта резкая обломка, очень некомфортно перетаскивать большую рыбу. Ну, обсосано. Ну, обсосано, мелочь какая-то. Дрыгал. Может, попробуем путь? Давай попробуем путь. Я видел. Так, а какой, медовый или чесночный? Давай медовый. И три пиночки так декоративно. Бах! Давайте проверим, как она работает. Очень важно здесь подобрать дистанцию. Сколько мы замечали, вот бывает там, она идет далеко, а ты ловишь близко. Потом она идет близко, а ты ловишь далеко. Вот. Поэтому две-три удочки здесь, конечно, играют такую поисковую роль. И, ну, тяжело найти рыбу иначе. Причем иногда приходится забрасывать, ну, там, на 60-70 метров, и она там на глубине. А вот когда солнышко поднимается, прогревает водичку, она бывает выходит там на 20 метров. Но, опять же, сейчас уровень необычный, условия нестандартные. Ну, ситуация нестандартная, вода крайне высокая, и под берегом рыбы еще нет. А в чем нюанс вообще и фишка пуфиков? Ну, насадка ваша там в виде червя, пинки, опарышей, ну, и прочего всего, она там лежит в придонном слое, если сильное течение там как-то, ну, как-то там виляет около кормушки. А здесь же она практически вертикально стоит на том поводке, который вы там себе придумали. И очень часто вот именно такая висячая насадка, она там провоцирует рыбу, потому что, ну, вот, представляете, плотважа, она не по дну там носом роет и как бы ищет эту насадку. Она плывет там на определенной высоте. Зачем нужна прикормка, да, вот прикормка как раз ей показывает такой пищевой сигнал, вот, нужно, нужно туда опуститься и поискать что-то интересное. А тут как бы просто стоит насадка, она плывет, в нее упирается кофть, и поехали. Есть, хотя бы поклевку. С первого заброса? Да, сразу же, ты, прошло, ну, сколько? 30 секунд, да. Полминуты и уже. Ну, я думаю, сейчас надо перезабросить. Да, она могла его сбить. Чесночный пух, ой. Он помягче. Или пенопласт, да. Пенопласт, ну, пенопласт, это еще одна, как бы, история. Ну, тоже черта. Можно их попробовать кинуть, кстати, в ароматику кинули. О, сейчас кинем ароматику. Нам повезло, кстати, сегодня, знаете, с чем? Да. О том, что у вас на катушках осталось мало шнура. Кстати, рыбу мы поймали очень прикольным образом. Ну, на одной катушке у меня там шнура столько, сколько надо, на второй там метров, наверное, 80-90, а на третьей, как оказалось, 60 оборотов. И платву мы поймали четко, четко выбросив полностью весь шнур. И по удивительному стечению обстоятельств именно там, как бы, была... И пока единственная достойная. Которую не жалко показать. Да. Есть места, где платва в таких вот забоях, как мы сейчас, к примеру, рыбачим, отдыхает. А есть места, где она очень быстро проносится. И вот в этих местах обычно, ну, людей куда меньше. Это одно из таких мест было сегодня, да. Там небольшой такой, небольшой поворотик, вроде бы и забой течения, но там сегодня не оказалось рыбы. И она там проносится очень быстро, и как бы, когда она вот прям-прям-прям идет, там, наверное, тоже клюет. В остальных же временных отрезках получается, что рыба там находится очень мало времени, и, соответственно, поймать ее в достаточном количестве тяжело. Вот именно поэтому мы старались и стараемся выбирать места, где более спокойная вода, и это логично для отдыха рыбы. Да. Все остальное это... Нужно ставить себе на место плотвы. Кстати, классная мысль, потому что рыба, она особенно весной, когда она направляется на нелест, ну, она также рассчитывает свои силы, питательные возможности, и логично, что рыба не идет по наибольшему сопротивлению, по самому сильному течению. Поэтому она выбирает, да, вот эти всякие поворотики. Десна петляет, и, соответственно, вот остаются места, где течения куда меньше, чем с другой стороны. И поэтому по этим канавкам, собственно, рыба и двигается. С понижением уровня воды немножко все меняется. Лещи, головли, ези, они вот, наоборот, в летнее время, когда очень жарко, когда вода не так насыщена кислородом, они вот эти рыбы выходят на сумасшедший струй, да, вот где есть фактор пищи, да, где пища сливается, несется и так далее, где есть свежая вода, где есть кислород, и вот именно там эта рыба в основном и держится. Ну, или выходит там, нам несколько часов покормиться. А весной все немного не так, все у рыбы, в принципе, хорошо. Что я вам скажу про пуфы? Пуфы – это классная штука, но они... но они сбиваются рыбой, когда они свежие. В нашем случае они вообще не свежие. И приходится, в общем, наблюдать дрыг-дрыг-дрыг, и все. И рыбы... И рыбы нет. Давай, Андрюхин, переставь хоть его упрошку, хоть что-то снимем. Опять эта удочка на дураках. После перезапроса сходу. Сходу вообще две пены и два... Так что, мне не говорите, она просто так. Рыба моей мечты, полкилограмма. Это полкилограмма, хорошая. Смотрите, рассказываю секрет на платву. Это вот такие вот огромные крючки. Это две пенки, и это два желтых опарыша. Ну, на самом деле, здесь должна была быть кукуруза, но у нас как получилось, так получилось. Все, ход понят. Бомбим. И силы в руках-то прибавилось, понимаешь? Если шершава, то же это будет. Самко. Ну, они еще типа только начинают повернуться, эти штуки. Вот эти белые, получается, это, самочки или самцы? Нет, это самцы. О, загибает. Вот они кто-нибудь убил. Да, 20. А можно? 20-21. Есть? Нет, я ее форбал. 27. Так, сейчас я вам расскажу секрет поимки больших. Единичка пойдет? А там белый, нету полторушки вот этой белой? Ну, толстой очень. Так, Викторич, ищем пенопласт. Такая плотка хорошая была. Я уже ее представил. Я тоже, это полкило было. А сейчас мы об этом расскажем, кстати, всем. Викторич, как надо просрать рыбу? Ну, я ничего не хочу сказать, Андрюхе, но, по-моему, это пенопласт сработал. Ох, у нас разрыв просто. Рыба. Викторич, возьмите телефон. Так, завалило, просто забилось. Сейчас 70-граммовая плотва всплывает, и все довольны. Андрюха, давай реально тяни ее быстрее, обрывай ее, давай. Так-то перестань, какая камера? Тут нужно нормально. Вот скорчас поймал. Я вижу этот хвост красивой плотвы. Давай сюда, сюда ее. Давай ее, давай. Я говорю, что это за плотва 70 грамм? Ну, 100. Ну, такая плотва, конечно, клевала она лучше, чем оказалось. А тянулась плохо из-за ракушки и из-за того, что корм не вымылся. Ракушки там конкретно. Ну, и вопрос в том, что правильность, нацеленность этой удочки подтверждает. Я тебе говорю, измени крайнее положение своей удочки. И одна и та же насадка, две пены. Две пены и два желтых попаря. Короче, все вот это их до одного места. Классика, Руми. Викторович. Подожди, подожди. О, теперь подсекай. О-о-о-о! Папа-пам! Хорошая плотва, и снова здравствуйте. Викторович, вот расскажите, как просрать батон дня? Вот так взять вот просто и... Это гипотеза. Да ну, мы видели. Вот Андрюха говорит, что там больше килограмма. А я говорю, Андрей всегда говорит, у страха глаза велики. Ну, вот смотри, вот результат. Не, ну это что, это такое. Не, ну это хорошее. Это хорошая плотва. Да какая хорошее? Ну сколько? 70 грамм. Да ты какой, тут 150 железный. 150 где? Ну, так, пограйте, потрогайте. Потрогайте. Ее трогать? Вот такой маленькой даже не буду. Я жду хорошую плотву. Вот кто-то недавно показывал золотой батон киевский. Да, показывал, да. Киев хлеба. Хоп! Нет, Андрюха лови. Хоп! Хоп! Сейчас, заброшим, Викторович. У нас интереснейшая дискуссия. Как не поймать плотву дня? Если я сейчас начну говорить всю правду за самое утро, как все началось, то лучше помолчать вообще. Только давайте не надо. Организация рыбалки. Говно! Клево! Говно! Место! Говно! Организация рыбалки отменная. Место рыбалки офигитительное. Пейзажи просто чудеснейшие. Ну, реально. Там, где были с утра, просто настолько душевное. Общение, топчик. Дорога даже нормальная. Ну, там всего лишь один раз бампер попытался обогнуть середину. Такое дело. Ну, не суть-то дела. Ну, коллектив супер. Чего жаловался? Рыба нас обошла стороной. Рыба мне неинтересна. Это вам она интересна. Мне рыба абсолютно неинтересна. Вот вы ловите рыбу, я радуюсь за вам. Ну, мы старались, как могли. Одно место, второе место. Неправильный подход. Виктор Ильич, ну, мы на рыбалку ездим редко и часто ездим плохо. Нет. Дело в том, что стремление за умными вещами обойти те элементарные знания и базовые знания, которые есть и которые всегда наиболее эффективны на Днепре. Вот и все. Ну, сейчас посмотрим. Чудесный батон стабильно. Стабильно чудесный батон. 150. Нет, это меньше. Но у вас было явно больше. Так вот, ну, мы же старались, объездили кучу мест на Дисне, приехали. В конце концов, полную авантюру на Днепр. Тут оказалось даже что-то клюет. Попали мы сюда во сколько? Часам к 12, да? Да. Это так, чтобы хоть... Возможно, даже и чуть позже. И вот мы делаем первый заброс, раз поклевка, второй и как бы начинаем тут... Поклевки мы увидели с первых забросов. Сразу же было идентифицировано, что нас посетила очень мелкая платва. Это сигнал для нас, что мы что-то делаем и так. Почему? Потому что сейчас рыба неактивна, по общей информации, по берегам Днепра проклевывают крупные платва. Соответственно, если сразу начинает клевать мелкая платва, это означает, что что-то ты делаешь не так. Что делаешь не так? Первое. Носанка. Дистанция. Дистанция, скажем так, наверное, бы сразу же бы не клевалась. Значит, дистанция правильно, значит, рыба в вариалии есть. Вот, может быть, можно прийти к консенсусу, в том смысле, что участки, словно на 30 метров. Слушайте, мы сидим вот в одном месте, вот там мельче, там рыба клюет, мы забрасываем левее, там глубина, там уже не так, там вообще не клюет. И я предложил Андрею вот эту удочку, скажем так, сместить, ну что-то сделать. Почему? Потому что теоретически они обе на одинаковых дистанциях, но опять-таки смещение кормушки, которое происходит с ней сразу же после приводнения, колоссально отличается от той, которая смирала. Так, ну мы о чем хотим вам рассказать? Мы вот это пробовали, ездили, 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 в конце концов приехали, рыбу свою поймали. И тут как бы вот наконец-то разобрались с той дистанцией, где она клюет, это 60 оборотов, плюс-минус там 52-55 метров. Там какая-то полоса, на которой рыба двигается, она периодически атакует нашу насадку. Но опять же, есть очень важный нюанс. Получается, что на обычных червей, опарышей и так далее поклевок не происходило так часто, как это случилось у нас после добавления пуфа. Вот мы добавили пуф на крючок, забросили, там десятая секунда, бам-бам, и ничего, пуф сбило. И повторялось это энное количество раз, и мы вспомнили давным-давно, Виктор Иванович, забытую истину, это пенопласт. На Киевской набережной пенопласт там уже давно ловит. Но у нас идеально бы здесь ловить на желтый пенопласт, а к сожалению у нас желтого пенопласта нет, мы забыли кукурузы полные, ну, гаврилы. И как мы вышли из ситуации? У нас есть желтый опарыш, это единственное, что у нас есть. Вот, и мы этот желтый опарыш примастырили к низким шарикам пенопласта на таком конкретном гаке. И получается, что оно у нас как-то начало уже проклевывать. Тоже я заметил это движение. Нет. Андрюхин. Держи. То, наверное, оно. Нет, вот справа оно. А, это значит перенесло. Перенесло. Вот, и тут у Виталика наконец-то вот просто вот такой, ну, ну, не у меня, во-первых, а на удочке. И я делаю то, что мне захотелось делать. Я говорю, да рыба мне не главное. Я сделал шарик. Такой шарик, что вот просто от души. И я самое интересное, все там начали смеяться, а я еще больше смеялся. Мне так на душе стало тепло. Ну, что он фидергам порвал, поводок порвало. Поводок порвало. Как было сделано? Ну, там был килограмм. Вот там был тот ботон. Там что-то было неизвестно. Вот если бы мы достали, как говорится, самая большая рыба остается где? В воде. Так это же самый вообще лучший вариант для рыбака. Можно рассказывать все, что угодно. Так я же не люблю рассказывать. Это рассказывать для сказочных. Нужно смотреть правде в глаза. Если что-то провтыкал, провтыкал. Но я не провтыкал, я получил удовольствие от того, как я это сделал. Это не оправдание. Викторович, промежуточные выводы. Мы на правильном пути идти. И по Днепру платва уже идет. Пусть не валит, но потихоньку идет. По Днепру, я думаю, что ход платвы по Днепру фактически, вот этот крупный, ну, мне кажется, он прошел. Я сомневаюсь, что будет более массивный, вот именно, как он... Я только один раз я застал вот этот на Днепре, вот этот сумасшедший ход платвы, когда ты бросаешь просто-напросто 350-400, полкилограмма, там, 150-200 даже, там, ну, рыбы не было. Просто клюем в зубы. Но почему-то все же на пляже выходят уже, там, в мае месяце, в апреле, когда тепло, когда рыба прошла. Я просто помню, ранее мы приезжали, еще льдины плыли, так ледостав был какой-то другой иной. Вот. И в это время уже просыпалась по два. Другое дело, что, когда теплеет, она выходит на мели, да, и можно, там, 30 метров ловить ее, 40 метров она... А в самом начале ее хода она идет где-то там дальше. Так нет, самое интересное, вот у нас и левобережная, и правобережная часть, да, и всегда по Киеву, ну, есть такое утверждение стойкое, что рыб, платва начинает вот клевать с левой стороны берега, поскольку он более мельче, чем правый. А на правом уже попозже, там, через недели, полтора, две. Ну, это тоже, опять-таки, сроки, это всегда для рыбы, это условность. Почему? Потому что кто-то привязывается к цветению каких-то там, чего-то там, и вот только начинает цвести, вот можно идти ловить под пол. Я всегда смотрю по температуре воды. То есть смотришь температуру воды, и хотя бы она там поднимается до определенного градуса, ты понимаешь, уже можно идти и на что-то рассчитывать. Почему? Потому что рыба чуть-чуть прогревается, начинает движение свое. А с точки А в точку Б. Давайте так еще попробуем заглянуть по Латве в голову. Вот куда она идет, зачем она идет, и почему она вот собирается в эти массированные стаи, и куда-то идет. И потом, куда она вообще, куда она девается? Рассасывается. По? Она рассасывается просто по водяному, ну, если простыми словами, по речке рассасывается. Хорошо. Вот сейчас она там собирается, идет по Днепру, потом идет по Дисне, поднимается куда-то там, делает свои дела, и дальше она же должна назад как-то возвращаться, нет? Кто-то скатывается, кто-то остается, кто-то скатывается. Я за их теологией этой всей не наблюдаю. Просто-напросто я нахлопский розум для себя сделал какие-то выводы. Собрались братва в толпу, погнали в точку, пригнали, сделали дела, дальше. Ну, кому-то понравилось, то куда, все, рассосались. Ну, вообще, плотва, как бы, ну, не крупными, но стаями присутствует. Ну, бывают крупные стаи, в зависимости от времени. Ну, мы еще попадали на такой, ну, ход-не ход, клев плотвы осенью. Ну, она в таком случае клевала более на глубоких местах и собиралась в стаи уже на зиму. Осенний клев, ну, вообще, говорят, что есть два хода, получается, осенний и весенний. Осенний, вот чем он прикольный, уже холодно, ну, реально холодновато. И вот эта плотва вот бойкая, сильная такая, ну, не такая, конечно, возможно, сильно упитанная, хотя с другой стороны тоже нагуляет, да, но вот такая вот крупная. Единственное, что вот батоны вот эти знаменитые, более полукилограммовые, вот весной их больше. Вот осенью, там, 200-300, но она какая-то вся такая красивая. Хотя плотва сама по себе очень красивая. Ну, действительно красивая. Ну, у нас осенние рыбалки, связанные с плотвой, это тонкие поводочки, деликатная рыбалка, там, все понятно. Весной обычно все ловят ее, там, на 0,25, 0,2, ну, на такие конкретные лески, огромные крючки. И, в принципе, она клюет, потому что просто идет голодные инстинкты и так далее. Ну, вот у нас случилось первых несколько рыбалок, и они были такие просто разрывающие мозг. Все рыбаки привыкли ловить плотву на вот эти толстые снасти, и продолжали это делать. Мы же, в свою очередь, ловили там на тонкие 0,1 поводочки. Ох, Андрюха меня вытянул за кормушку прям. Ну, это плохой сигнал. Ну, вообще, смотрю по воде, прошло устаканивание, подъем воды, прошел, и вода уже более-менее устаканила. Сейчас будет стабилизация течения. Не, ну, сейчас там какая, мы ставили 0,1, клевала на 0,15 нормально, и сейчас у нас вообще такой гак с пеной. Просто пена, она позволяет поднять насадку, и сделать это надо так, чтобы крючок не закрывался. И когда крючок с широким цевьем, вот, есть возможность посадить хорошую пену, она будет... Я себя чувствую сейчас, как на лекции по карту. Берешь крючок White Gable, делаешь там этот снеговичок, он поднимается, подплывает плотва, берет его как... Не, ну, с пеной реально результат, вот просто вот. Вот у нас удочка сейчас заброшена без пены. Какая? Средняя. Вот там нету намековых признаков. Здравствуй, левое яйцо. Здравствуй, правое яйцо. Что за? Посередине. Вот-вот. Не, так прикол, да, ну, то есть она идет, она есть, но она не берет тупо на насадку. Ну, значит, сегодня такой день. Мы, когда говорили по поводу того, как ловить, на что ловить и так далее, связанные вот непосредственно с плотвой, мы говорили про базовые знания. Так вот, базовые знания... Все мы привыкли к каким-то основам. И вот ты, в частности, вспоминал, что вот есть у нас какая-то основа, да, и вот там недавние рыбалки поломали какие-то стереотипы. В этом и есть прелесть рыбалки. Но рыбалки не просто вот пришел, порыбачивал, а рыбалки иногда нужно и подумать. Вот не просто сидеть там, ждать, да, а что-то делать, если что-то происходит не так. Если, условно говоря, рядом сидит там 20 рыбаков, ну, к примеру, и ты что-то делаешь, единственное ловишь. Соответственно, что-то приехал на рыбалку, не просто отбыть номер и говорить, а у меня не клюет, ты что-то сделал. Недаром есть поговорка, без труда не вытянешь рыбу. Вот вы подумали, нашли какой-то ход, при том, что ход банально простой, но он не вписывался в те каноны, которые имели вот эти базовые знания, добытые на протяжении многих лет. Слушайте, я представляю, как по десне шла рыба раньше, что ее ловили на свинец, без корма вообще, на пучок червей. Нет, это такой хард стайл, понятный, да, но прикормка же, она нужна не для того, чтобы там рыбу накормить, перекормить. Только задержать. Задержать и показать, что вот здесь есть насадка, есть. Если мне кто-то скажет, что на десне прикормкой можно, условно говоря, задержать рыбу и просто с точки ее ловить, ну, значит, десна стала озером. Просто момент-то в чем, ну, рыба, она же на течение не шаркает по дну, ну, она как-никак, она на дном находится. И она идет по определенному кругу. То есть статичная она, она в движении. Ее можно там подзадержать на некоторое время. Может быть, это как раз удачное место, где выбрали для ловли. Там как раз кормовой стол. То есть она там может дольше находиться. Все равно там будет отходить, уходить. Во-вторых, стая, там может лечь с лечом, потом пойти та же самая плотва. Говорят, что в Латве часто держится и окунь вместе с ней. То есть там, ну, опять-таки, по-разному. Там рассказов от каждого. Каждый рыбак может рассказать столько, чтобы каждый книжку может написать. Но если на Днепре там вот эти пляжи, они плюс-минус там равнозначные, где-то глубже, где-то мельче. Понятно, это там играет какую-то роль. Но здесь речка большая, и рыба по ней как ни крути идет. То на Дисне там несколько сот метров, несколько десятков метров. Особенно летом. Весной, наверное, то же самое. Мы сегодня, в принципе, в этом убедились. Да, и все. И ты мимо рыбы, мимо ее пути. И как-то это грустно. То есть Дисна, она длинная, большая, классная, интересная речка. Но ловить нельзя на каждом участке. Но если мне память не изменять, Дисна не зарегулирована. И этим она не просто уникальна. Она, во-первых, по своей длине не маленькая, она очень большая. Ее особенность берегов, течения и, соответственно, экосистемы сформировалась. Вот здесь экосистема, да, фактически переделана руками человека путем постройки гребла. Викторович, идите сюда. Идите сейчас, как оно на ГЭТ. Во! Викторович, давайте. Нет, давай. Только мы хотели ее переставить. В прошлый раз точно так же было. Нет. Викторович, Викторович, не подсекайте. Только нормально. Возьмите, она там, она уже там. Ну, если все будет правильно, вы сейчас увидите... Микробатон? Нет. Ну, маленькая рыбешка. Ну, маленькая, Викторович. А что я сделал? Я там поставил, Андрюхин, опарыша и пучок мотыля. Ну, поставим одну удочку. Поставь, чем черт не шутит? Нам... Нам нужен один батон. И, в принципе, все. А бьется капец. Нет, там мелко... Все того же размера. Но красиво, как говорил Андрюха, нужно показать. Мелко... Ну, так надо же было показать пример, как нужно тянуть. Смотри. Побитая. Викторович, давайте немного артистизма вот в камеру. Как клев на Днепре? Клев? Да так себе. Фиговая рыбалка. Сколько тут сантиметров? Нет, мы опускаем. Явно. Может, и есть 18, но нам такая не нужна. Мне подавлю. Ну, это как раз... Слушайте, а как же рыба для любимой тёщи? Это не для меня. Кто-то разбаловал судаками. Так. Танки грязи не боятся. Ну, кстати, это, может, даже будет... Не будет. Покрупнее чуть-чуть. У нас съемка многокамерная. Операторов больше, чем рыба. Посмотри, куда завело. Викторович, Викторович, давайте, мы сейчас будем её хапать. Андрюхин, там поводок нормальный. Творюка, иди сюда! Это уже пена с мотылем, друзья, слышали? Пена с мотылем только заброшу. Но это маленькая. Ну, как маленькая? Ну, так лапоть вы поставьте. Ну, лапоть. Мой лапоть нашел сравнивать. Ну, скажу так, за целый день то, что тягал, то всё фигня. Вот это приятно. Андрюхин, видишь, какая тема? Я нас мотылем. Смотри, ну, это красавица. Не просто. Нет, нет, ну, это ж платва, как платва. Это приятно смотреть. Так, ну, пожалуйста. Ну, эмоции в студию. Это уже приятно. Повыше чуть-чуть поднимите, чтобы все люди... И в камеру, как обычные блогеры. Я не блогер. Оп, оп. О, о, оно. И впечатления? Положительные. Это приятная днепровская платва. Надо больше вперёд работать. Ты рыбу ловить будешь? Опа! Хей! Кабаны просто в заброс. Мы, конечно, подумали, что это сначала мотыль с пеной. Но оказалось, это просто идёт кабан, который сошёл. То есть эта рыба была явно больше вот той платвы. Это была тупо келушная поклёва. И там крючок нормальный. И всё ж, паскудство не засеклось. Офигеть! Викторич, 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 Викторич! Ого-го-го! Камеры, камеры! Там ничего нет. Тяните, тяните, никакой слабины. Там пусто. Вы чё, хлопцы? Там пусто. Ну какой провис был? Нет, там всё пусто, хлопцы. И когда подыма... Ну, вопрос не в этом. Сейчас посмотрим. Не засеклась. Кто насаживал? Я насаживал. Всё на месте. Не, ну это была поклёвка. Здесь нечего... Ого! Подожди. Надо перезаряжать, Андрюхин. Дождь, гадская погода. А мы тут просто порем. Но порем не рыбу, порем холостых поклёвок. Нашли некоторые ходы. Это, во-первых, пенка. Пуфы. Это тоже хорошо. Но, к сожалению, у нас их нет. Они старые. Они такие, просто слетают с крючка. И пена с мотылём сейчас просто разрывает. Сначала мы использовали пену с опарышами, получали поклёвки. А теперь пена с мотылём. Поклёвки такие, просто отстрелы. И не можем засечь рыбу. Кошмар. Ужас. Нервы. Волнение. Не знаю. Одни холостые поклёвки. Надо поймать хороший гроссо-батон на грамм 700 и спокойно собираться. Ань. Ань батон. Но али гроссо-батон. Нет чумейшего клёва, но клюёт реально хорошая рыба. Такая плотва 300-400, полкилограмма. А мы поздно выехали на Днепр в этот раз. Вот такая разведка. Проведать наши старые места. И, о чудо, здесь плотва клюёт реально хорошая. Её немного. Но позывы к тому, что она вот-вот здесь начнёт открывать полный рост, есть. Да и, друзья, кто ещё не успел стать спонсором канала Страшная Рыбалка, всем это рекомендую. Потому что этот статус даст вам доступ в супер актуальный чат, где вы сможете смотреть за моими рыбалками. Где мы сможем с вами договариваться о совместных рыбалках. Где мы будем делиться своим опытом в формате вопрос-ответ. Просто встречаться, просто знакомиться, просто общаться. Поэтому попробуйте, возможно, вам понравится. И вы сделаете вашу рыбалку более эффективной. Посередине хорошие поклёвки. Давай, 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 бери её. Отлично. И Лёха снимает экшн-фильма. Мелочь? Сошла. Шкода, шкода, шкода. Андрюхина, а что случилось? Ну, там, конечно, толстая леска, но я бы так тоже не пёр сильно уж. Это не супер батон, да? Это, это мелочь пузатая. Рыбу в воду. Да. Молотило так, такое ощущение было, что всё, пу-пу-пу. А не тут-то было. Сейчас как раз такой момент, что нечего стесняться. Вот это нужно всё попробовать. Тут буквально времени осталось всего ничего. Ну, улыбка и хорошее настроение. Я за подтверждение хорошей рыбалки. Фильм, я вам обещаю, будет не самый худший. У нас на канале есть фильм с одной платвой, одной густерой, тремя прозрачными, не знаю, какого вида рыбами. И даже он понравился людям. Поэтому, ну, значит, мы снимаем, ну, как минимум, неплохо. Вы сегодня упустили батон. Вот. Как вы себя после этого чувствуете? Спокойно. Плотва по Днепру идёт? Плывёт. Плывёт, неспешно. Не, ну, как корабль идёт, так и она идёт. Куда-то по своим делам. На рыбалку хочется? Да. Тогда хуже. Ну, на такую рыбалку сильно тоже и не может хотеться. Честно вам скажу. Да нет, она нормальная рыбалка. Читовое время года, температуру. Абсолютно адекватная рыбалка. Сколько? Два дня назад сколько минус был? Да, минус три, минус четыре ночи. Тут был уже хороший плюс, поднимался. Тут снег, минус. Ну, я думаю, рыба тоже, как бы, живой организм чувствует все перепады. И как раз не исключено, что её начало вот через час тормозить. Дня два и она отойдёт и думаю, что будет весело. Может, даже уже завтра весело будет. Ну, погода дрянь, на выходных потеплеет, а там с понедельника, с вторника мы, наверное, ещё проверим. Рыбные места? Злачные рыбные места. Только кукурузу не забудь. О, это позор, конечно, у нас сегодня. Что вы нашим зрителям пожелаете? Мирного неба над головой. А рыбалка будет, рыба будет и промысел поборем. Кстати, как вы к промыслу относитесь? К какому? Ну, промысловый лов, промышленное рыболовство. Вот так. Если мы говорим о промышленном рыболовстве в пресной воде. Ну, конечно, в водохранилищах. Я не очень положительно к этому отношусь. Почему? Потому что, ну, заезжают, вылавливают. А что возвращать-то? Ну, опять-таки, если мы говорим про, я знаю, что запускают Амуров. Толстолобо. Но это же не эндемические виды. Ого! Так, Андрюха, показывай. Это маленький подлесь. Не мучай его, опускай его в воду. Ну, он по сравнению с плотвой бомж по внешнему виду. Худенький такой, бедочный. А ну, снимай его, а я его буду отпускать. Но клевал так, как надо. Так, Виктор, сейчас продолжим про промысловое рыбальство говорить. Попа-попа-па-па. Подлесь, как бы сказал, любой браконьер криминальный. Мне недавно взбрела очень интересная идея. Я верю в демократические инициативы, свободы. Европейский вектор нашего общества. Трансформацию наших сограждан. Декорруппизацию нашей власти. Вот и поэтому пришел зарегистрировать петицию. На тему? На тему запрета промышленного рыболовства в Украине. И мне удивительно, никто этого до этого не делал почему-то. Ты уверен? Уверен. Проверил. Посмотрел как-то так. На сайте президента. На сайте президента, кабинета министров, Верховного совета. Что очень часто выходили с определенными митингами относительно запрета промлова и так далее. Это же было не единожды. Очень часто были разного рода собрания. Там что-то по этому поводу говорили, собирались на улице. Собирались, говорили. Вот это, чтобы Андрюха нас не пришиб кормушкой. Но не знаю, чем это заканчивалось. Мне такие петиции не приходилось видеть. Если кто-то знает, что они были, я прошу об этом написать. Но суть в чем? Мы понимаем, чем это закончится. Но мне на самом деле очень интересно, найдется ли 25 тысяч рыболовов, которые будут готовы проголосовать за эту петицию. Там процедура, я вам скажу, регистрации на сайте кабинета министров, на сайте петиции, она очень геморройная. Ну просто капец какая геморройная. Но если такие люди найдутся, ну кабинет министров там в лице определенных органов должен будет ее рассмотреть. И мне вот уже интересно, что они скажут, как они будут промышленный лов защищать? Дело в том, что очень многие рыболовы в целом не понимают, что такое промышленный лов именно в пресных водах. И не понимают его вообще, что это такое. И его вред. Хотя я знаю, что промышленные ловы, там, опять-таки, я беру информацию из открытых источников, то, что я читал, что промысловики говорили, что они наоборот не вред приносят, а пользу тем, что они там вылавливают. Так говорят все активисты, я вам скажу. Да ну, почему? Потому что давайте будем объективны. Сколько видео снято рыбаками-любителями на Киевском водохранилище, сетки просто стоят вдоль и попереку. Там просто-напросто все процеживается. И если мне кто-то скажет, что это не так, что там все по закону, все стоит в нужных местах, в нужных положениях, с нужным ВИЧ-ком эти сетки, сетки пронумерованы, все зафиксировано в журналах, рыбинспекторы это все фиксируют, все честно. Ой-ой-ой, Андрюха, это хорош. Это кабаняра. Просто Андрюхин, ты сожми все там, все, что можешь, тяни высоко, а я сейчас буду попробовать все это показать. Ну, подача была такая. Викторич, видите, даже тут промысловики рыбу подсадили нам на крючок, чтобы у нас мысли сбилась я сейчас подойду и покажу вам насколько гнется удочка он тут тут андрей больше гнется чем удочка у него там небольшая рыба сошла когда это не рыболовство это процеживание внутренних биоресурсов до состояния изнеможения и скажем так доведение до определенной катастрофы хотя это слово мне очень сильно не нравится но нужно вещи называть своими именами почему потому что рано или поздно все приходит как бы к окончанию если ты что-то берешь от природы то или бы ты каким-то образом это компенсируешь либо делаешь таким образом чтобы брать ровно столько сколько нужно но не более а учитывая то что я лучше сказала из глазу своей мысли опять-таки это мое личное мнение я на истину не претендую но я придерживаюсь этой позиции старые архаичные методы документирования вылова какие-то там квоты лицензии все для меня это лично просто какой-то фарс если мне кто-то скажет что в промышленном рыболовстве пресных водах задействовано очень большое количество рабочих мест но ребят возьмите аквакультура по этому поводу возьмите участки аренда все сделайте занимайтесь там ловить никто не будет выращивать не выгодно тут вот природное ты его берешь и продаешь не надо ничего делать я плевать что они думают я к тому веду что как бы это наше и рано или поздно как бы это все закончится и тогда станет вопрос что делать дальше а тогда будут вливаться колоссальные деньги при том что деньги кого будут вливаться снова таки рыболов энтузиастов тех кому не безразлична экосфера это вся почему потому что ну я видел для себя англоязычный фильм связаны в британии проблема была на речке популяция пластой уменьшил ну там не было промышленного лова там было связано больше с экологией в европе кстати нет вообще промышленного лова на закрытых внутренних водоемах только в море но вопрос европы и нас я в данном случае разделю даже невзирая на то что мы стремимся к европейскому союзу некоторых вопросов мы еще остаемся на уровне постсоветского развития с корнями оттуда и тянем это туда но туда это не войдет почему потому что бред севы кобылы опять таки кто-то там будет говорить что я там разбираюсь ну безусловно я не разбираюсь потому что если начну разбираться если залезу в эту всю документацию то я сделаю намного больше красноречивое выступление почему потому что я более чем уверен вся эта нормативная база старая и похоже просто на трухлявый лист а так поверхностно опять таки то что я сказал я этого придерживаюсь и все здравые рыбаки они против промышленного рыболовства сожалению здравые рыбаки иногда просто говорят но ничего не делают у нас всегда очень большая проблема запикаешь не мешки ворочить вот вот так и есть говорить могут все вот реально вот там если какие-то действия и то петиции все ну да 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 ну 100 200 подпишет в украине не наберется ну вы верите что наберется нет конечно не подпишут подпишут от тысячи две с половиной если пять тысяч подпишет безразличие апатия я верю в наших людей ну позор будет для украинских рыбаков не подписать эту петицию позор просто вот я я я себя ставлю на место я раньше с этой проблемой не сталкивался но я понял насколько она кричущее после видео с рыболовным билетом так вот столько людей мне написало о том что да это это кошмар надо запрещать промоу за рыболовный билет протяну то же самое все протянуть и промоу был есть и будет пока вот ничего не останется шо ловить обычным рыболов ну или там рыбка такая мелкая почему потому что там рано или поздно там вытяжет все вот такая будет оставаться всем после играть давайте что-то оптимистичный а то вот мы закончили на такой не мы мы говорим про промоу я могу про друга говорит но я не буду все прекрасно понимают что происходит еще и да это паскудная бровка до она виктория сейчас я могу предположить на без рыбы но без рыбы крышку от емкости нужно спасти а с поводком интересно или нет поводку а поломанный крючок андрюхин какие все-таки используют некачественные крючки а крючки фирмы короче мы сегодня наловили косяков первый косяк это отсутствие кукурузы второй косяк это крючки которые мы не подобрали третий косяк неправильный фидергам под эту рыбалку мы готовились к десне и не успели перестроиться очень уж мало времени у нас было насадка все это в комплексе вместе с дистанцией которую мы изначально выбрали неправильно сыграла с нами злую шутку но десяток хороших упитанных батонов полубатонов полумаляток мы поймали у нас постоянно с рыбалкой то мы на гидропарке там одну рыбу поймали в дочь попали что у нас еще было нормально у нас рыбалки рыбу мы поймали мы считаем что она у нас эта рыбалка удалась пусть она удастся и у вас всем большой привет чаще бывайте на рыбалке встречайтесь с друзьями плату большую ловите плату большую ловите батон иногда отпускайте не надо часто отпускайте помните про правила и поддержите петицию о запрете промышленного рыболовского если вы конечно этого хотите ну а если не хотите то тогда у нас скоро в реках не станет рыбы всем венханьте